так все запись так все сейчас пойдет гуфу иск оставлю автоматик ли онлайн оффлайн стрим ставлю нужно проверить заработает литвичная думаю что он заработает сейчас и короче сейчас пару съем клубничен не вернусь к вам кто здесь бегает хвостатый так а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пу-рабам. Пу-рабам. Все в порядке, соответственно. Касса. Здесь выход пошел. Но это выход последней надежды. Очевидно, что все плохо было. Два танка Марики, Либератор. Ну, Фени. Прилетает Медивак. Сиджица, зеленый тиран. Нужно отойти просто кассу и все. Титан что-то собирался вернуться, да не вернулся в итоге. Фраер тоже, я думаю, не будет возвращаться. Он уже там работает. Плюс Фраер такой игрок. Ему в команде надо быть. То есть он любит подраздолбальствовать с ЛЗ там, я помню, в какую-то Диабло там. Бомбились ночью в Доту. Нужно контролить его. Так-то талантливый, безусловно, игрок. У нас много молодых, на самом деле, игроков. Их надо развивать, подтягивать. Таких, как Стрэндж там. Ну, и кто у нас, чатики многие сидят. Надо прививать им, собственно, желание трениться каким-то образом. Так, идут вперед моряки. Касс идет уже выбивать наконец-таки. Моряки разваливают. Здесь два танка. Сиджи, блин, это больно в итоге. Так, дробь на голову танком идет. Медивак складывается. Касс тут одного. Один танк забирает, второй не забирает, улетает. Здесь у нас Либератор в очередной раз прилетел. Три рабочих войска. Здесь Баншуба не Либератор, а Либератор просто не может все до конца нарезать. У Касса уже щиты есть. Сейчас и стимпак будет готов уже через несколько секунд. Четыре секунды до стима. Ну и Касс идет точку ставить. Молодец, Мишаня. Лизандра против Вордикса будет. А где Лизандра у нас? Он уже начал, к сожалению. Жаль. Хотел я туда успеть запрыгнуть, но... Так, я с кривым захватом стримил. Ой, я даю. У меня стоял захват всего монитора, а не чистой игры. Ну ладно, это не страшно. Сверху Матвей Хеппермарин. Кто-то из них на снуда попадется уже точно. Труд АКЗ, это, кстати, из первого Старкрафта игру. Андердарк с Солом. Блай против Себа. Опа. Так, пишем лая, просим заинвайтить. Вордос пока нет оппонента, у Стрэнджа нет. Ну, короче, ждем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Задержка 2 минуты, помните. Блай что-то не отвечает. Блай, погодите, а у него... Ничего не происходит. Стрэндж какой-то в своей игре. Стрэндж с кем играет? Не знаю, с кем Стрэндж играет, но с кем-то и играет. Короче, ждем вообще пока у кого-нибудь пара будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Придется ждать... Обновляю постоянно, смотрю, можно ли куда-нибудь ворваться... Пока никуда нельзя ворваться... Наши пока не играют... Байл должен играть, но почему-то... Почему-то не играет была, не знаю... Не буду сам начинать, боюсь, что... Чё-нибудь пропущу... Продолжение следует... 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 Глай говорит, что серебро с ним играет. Вот прикол. Ну да, в натуре серебро. Глай обычно с такими долго не тянет. Поэтому можно посмотреть. Пока смотреть всё равно нечего. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну что, Глкф Блай пишет. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ставит гей. Блайпул первое дело, так полагаю, шестью рингами побежит, одновременно хатку поставит, будет пытаться убить. Ну посмотрим, кто куда дойдёт, или у Стрэнджа сетка. В принципе, там бестик только из сильных игроков наблюдается пока что. Ну, в начале я вижу Стрэнджа, но можно проиграть кому угодно, особенно пока БУ-1 стадия, тут очень тяжело на двух войсках. Ну будем надеяться, что наши подальше сегодня пройдут. Хотелось бы посмотреть интересных игр. Это Платина не всегда. Да, похоже, что это Платина на самом деле была не Серебро, потому что для Серебра как-то он рабочих нормально даже строит, более-менее. Ну Блай шестью рингами уже прибегает, и Пилон собрался минуснуть. Принимает бой с пробками, Пилон отменяет. Пилон отменяет раз, Пилон отменяет два, Варп уже не делается. Мазеркор сейчас доделся. Блай на медленных рингах сейчас вообще убьёт его. Ну одну пробку убивает Мазеркором, Пилон сбривает Блай. Короче, здесь, ну здесь очень видно, как может Платина выиграть там Блай, я не знаю. Даже одну из ста игр это невозможно сделать, я думаю. Ну если кто-нибудь что-нибудь советует к нему, или не сядет за него. Короче, погибает гигантское количество рабочих, и здесь пора ГГ-чик писать уже. Ну естественно, он ГГ не будет писать. 10, 13 пробок убит на 10 лингов Размейна. Ещё и два Пилона было, и третий отменён. Доделывается Старгид. Блай с королевами уже вперёд пошёл. С лингами без мувы и с королевами. Его Блай даёт вообще. 42, 21 парабам, 4 овера строятся. Здесь уже оверчаж будет. Овера Блай предпочёл на королев трансьюзы здесь оставить. Ну, чё поделаешь. Бэллинг Несс строится здесь у Блая. Нужно ли Блая на рампу заходить? Думается мне, что не особо нужно сюда заходить. Пошёл Филд. Энергию потратил сейчас просто. На Филд. Пытается Мазеркор. Блая минуснуть. Транфьюз по королеве. Нужно отойти лингами назад немножечко, что Блая делает, да. Сейчас Беллинг Несс доделается и можно будет убивать. То есть Беллингами через 8 секунд. Овера с мувом уже. Саплай в луке. Здесь Блая ещё Беллингов вперёд заказать. Спорки везде пошли. Пробегает лингами на хайграунд. Блая не стал, что Беллингов делать, ждать. А там 50 энергии Мазеркор как раз накопил до этого момента. И оверчажно тут убивается. В общем-то просто. Какой-то фигнёй Блая занимается. Убивать так убивать надо было. Так, чудом Мазеркор выживает. Это просто клоунская такая тема идёт. Гралила с большим количеством энергии. Уничтожено. Линги дотекают сейчас ещё. Ещё 26 лингов строят. Блая. Виновь-то наглость какая-то. Блая уже пошла. Линги подходят и подходят. Ну, филд и будет здесь. Вот в чём прикол. Ну, просто не знает, что такое филды, к сожалению. И... Ну, блин, прикольно начальные игры смотреть, конечно, эти. Линги здесь сблизают. Кибернетку уничтожают. Больше центрии никаких не было, ничего технологичного. Нужно пилона убивать. Всё убивать в итоге. Тут здесь двух верхов, да, вар, всего. ВГВП. Наконец-то. Мучения закончены здесь. Прост. Пожелал удачи. Надеяться, что выиграет. Прост. Ну что. Может, Блай выиграет, конечно, да. ağrри. Прост. 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 Рисовек. А. Взбор. Сверху. Взбор. Сверху. Ну что, надо сетку дальше проверять. Так, вердус начал, ну ладно, Стрэнджу, наотвечем. Стрэнджу, наотвечем. Стрэнджу, наотвечем. Стрэнджу, наотвечем. Стрэнджу. Больше пока некуда. Стрэнджу. 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 Так, секундочку, ребят. Стрэнджу. 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 Продолжение следует... 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 ваш канал реперочек летит спасибо кван 28 здесь у блая первые линги выход королева естественно еще пока не готова но она и не должна быть готова 4 линга на хай граунде там висят сейчас они спускаться должны вниз спускается благословно пытаться зажать репера здесь что ли вы пытается лингов там местами менять но не просто сделать одного линга уже потерял второго еще пока не потерял ну королева вышла отогнал блайну инъекцию надо делать сначала потом уже отгонять и лэйр пошел очень-очень ранний лэйр здесь у блая наглеет блай одного линга уничтожил сейчас гранаткой здесь вордик с риперком мув скоро будет готов лучше больше лингов не отдавать плюс 4 линга это идеально чтобы рипера в перспективе убить вытащить на муве так крипту мур блай ставят один на мэйни крипту мурить на мэйни инъекции все мув готов через 4 секундочки будет и рипер домой улетает как раз таки ну тиран понимают что мув да может быть и 3 цц-шка между прочим делается а блай что ну рауч ворона не наблюдается значит скорее всего это не нидус будет хотя может быть и нидус даже рауч ворон пошел до пошел рауч ворон блай заказывает еще дронов очень похоже на то что это нидус будет ну чё то зачем тогда такой сверх ранний лэйр ну 200-200 у блая нету сейчас будет 200-200 он вперед скорее всего нидус да где он пошел на мэйни прям пошел нидус сканов тиранка блая не кидает разведывательных сейчас кидает мулы очень-очень увлечен экономикой он до нидуса 16 секунд пока медивак летит еще я думаю что не будет он делаться куда блай собирается его впилить надо овера подводить сюда на мэйн надо делать-то нидус я думаю блай сидит ничего вообще нет не предпринимает сейчас странно вордикс венгер да я помню даже что флаг какой-то пошел пошел нидус все ручь куда-то идут на муви куда блать пошел на муви там он наконец-то заводит их правильном направлении еще один ручь это мимо идет здесь нас 4 ручь приходит нидус королевы надо высовывать все блайд что ты делаешь ты ничего не вылазит из нидуса ну так наконец королевы поперли плюс ручь один трансфюз был кинут но больше трансфюзов я так понимаю нету и ручьи все больше и больше на мэйни у вордикса появляется да здесь дробчик конечно летает но так и дробчик на мэйни там несколько мариков несколько лингов плюс ручь выдвигаются нужно мариков отбить здесь минку в лай выбивает она стрельнуть не успевать есть уже крип на мэйни но это конечно после нидуса крипа достаточно много уничтожает так два еще нидус делает да вон еще один нидус идет ближе там ну там уже толку особо нету 45 72 по лимиту кажется что здесь да не кажется уж точно не затащить венгру млинги врываются королевы врываются крип здесь есть сминает в лайк и вордикс пишет было идет дальше молодец в лайк стрэндж только-только две минут как играть начал что-то долго там чел отсутствовал по ходу там уже бистик стрэнджа дальше ждет жесть дождя отказа ну и куса возможно блайк с кассом будет биться кстати говоря про 16 как линги танцевали ну да я видел момент как они затанцевали а 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 и а а а и Продолжение следует... 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 Так, ну что, гейт от Стрэнджа Здесь у нас что, здесь тоже гейт пошел Причем Стрэндж умудряется на рампе гейт поставить раньше, чем оппонент его возле мейна Это уже говорит о том, что у Стрэнджа четко рабочие ездят и добывают Причем Стрэнджа Так, два гейта Стрэндж, здесь после гейта Никсус Гейт Никсус, кибернетка, соответственно, билд был Пилончик будет один на рампе поставлен, чтобы нагло Стрэндж не врывался Здесь пробки замечают Стрэндж, проверяются происходящие и уходят Так, и Стрэндж прямо с мейна Стрэндж ставят Причем оппонент его не видит, кстати, катается по мейну, но Стрэнджа не видит пока Собирается уходить Да, уходит, и он просто до конца не разведал и не понимает, что здесь Таргетик будет Это безусловный фейл Так, здесь стеночка полная Вообще, два пилона гейт на рампе, пробки строятся Стрэндж и Оракул Здесь пилон только один на мейн Если Стрэндж на мейн прилетит, то убьет все Бу-1 здесь Здесь Бу-1 Здесь Бу-1 на самом деле, все в порядке Оракул полетел, но кажется, Стрэндж решил не на мейн, а на второй врываться Мазеркор позднее, если оказывается мейн подблочил полностью, абсолютно Ну, кстати, вот ошибка то, что Стрэндж, конечно, на второй врывается Здесь на мейне 4 сталкера тоже стоит с другой стороны Оверчаж, если хоть на секунду завтыкает То, может, и Стрэндж что-нибудь там и дэмэш нанесет какой-нибудь Ну, я думаю, что не завтыкает почему-то Пока все достаточно четко здесь убраться Ну, не, смотрите, завтыкал и Стрэндж две пробки подрезал И только один выстрел оверчажем еще получил То есть, чтобы все в порядке вообще здесь сделал Пытается на мейн ворваться и видит пробку Еще одну подрезал Еще одну подрезал Не, ну вот это уже лишнее было Ну, контроль от Стрэнджа хороший 35-30 по рабам, но он отстает Очень сильно, обратите внимание, сейчас по рабочим По всем параметрам вообще отстает Стрэндж У него есть роба, форжа заказана Нагонять еще можно Оракул жив, Оракул можно еще полетать, что-то подрезать Будет попытаться Оракул жив, Оракул жив, Оракул жив Оракул жив, Оракул жив, Оракул жив Так, 44-46 по рабам Нексус у Стрэнджа третий так в итоге и не заказан, между прочим Здесь пробивается проход, спускается вниз, пробьете Ну, кстати, все пока хорошо Здесь Оракул видит, там, сервером прекрасно Он, честно, Стрэндж криво повис здесь Мне эту Стрэнджу чуть-чуть не ставят до сих пор Ну, плюс 4 гейта, у меня такое ощущение, что собирается Стрэндж какой-то подпуш небольшой здесь намутить Ну, если даже и собирается он это сделать, я не вижу призмы пока у него И пилона здесь нет, был бы пилон, можно выбрать бы хотя бы, да, было бы сделать какой-то Пока отставание, правда, не критическое абсолютно Ну, оно есть определенно То есть там уже третий Нексус, уже по 3 куробки строится Уже блинк будет готов сейчас У Стрэнджа, с другой стороны, есть форжа И его преимущество будет закрепляться с грейдами Если сейчас плюс 2 он закажет, то у него все хорошо Пусть оппонент на него идет, лезет, там пушит все что угодно делает Плюс 2 Стрэнджа, здесь какой-то выход пошел вперед Призма сейчас будет готова Плюс 3 Стрэнджа, опа Это свитч в масс-воздух какой-то идет Я другого варианта здесь просто не вижу Стрэнджа, 135 СТАПМ-то тут вообще, смотрите, 135 У Стрэнджа 300 почти Видит ревелэйшн от Талкера Стрэндж Идет вперед, плюс 1 на воздух Да, и 300 у гейта сейчас начнут работать Одного Талкера Стрэндж все-таки подрезает Призма прилетает сбоку Вне вижена оппонента Стрэнджа Сейчас будет раскладываться И пойдет Довар Да, Довар 5 стал, придет Здесь всего 1 пилон И Стрэндж абсолютно точно в лоб Сейчас все хорошо сделает Здесь грелки заказаны Но соплай блок просто гигантский Наблюдается сейчас Конечно же это провал Так, здесь Феникс подлетает Сейчас еще один Довар под Стрэнджа пойдет Оверчаж выставлен, надо ближе подходить Просто и все Стрэндж заходит на ХГ, посмотрите Здесь 2 пилона плюс, я не знаю Бояться Стрэнджу абсолютно нечего Здесь ему даже с пилонами надо драться Спокойно абсолютно Плюс 3 грелки строятся Стрэндж заходит с ХГ опять же на пилоны Наверное Накидывается моментально Так, не искует драться вражепилоном Все, оверчажей больше не будет У Мазеркора кончилась уже энергия Собственно и Мазеркор сам кончился Только что сейчас Варф на медленный пилон Пошел отправить этого Косячный варф Выходит первая грелка Но грелки сейчас будут уничтожены Призму фукусит Здесь 2 грелки же подлетают Минус 2 грелки Сейчас минус сталкеры 1-0 Стрэндж Стрэндж идет дальше А оппонент его Покидает Турнир соответственно Подлинка Стрэнджа Пилоны убивает Саплай блока и там нету Поэтому хорошо Для праблити еще что нет Саплай блока И тут битл перейдет Никс 3 сейчас упадет Стрэндж его подрезает Отблинки делают Пробочки мимо проходят Под блинк Сейчас минус Надо грелку делать Еще одна грелка вылетает Стрэндж скуку Стрэндж покидает Игру праблити Стрэндж убивает Все Ну гигантский Саплай блок Если бы 3 первых грелки В замесе было Может быть отбился бы А там еще бы 3 крит масса Былезло бы Вот и Стрэндж будет С бистиком сейчас биться Абсолютно точно Оппонент уже есть И надо посмотреть это Кстати Четвертый тур у нас Это что? Блая оппонента пока нету Четвертый тур Это еще рост 16 Это еще один с бистиком Будет у Стрэнджа Орбай Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все готовы? Поехали! Продолжение следует... 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 Бистик, что иллюзия проходит, замечает Бистик, что иллюзии идут сюда, и нужно контр-врыв делать сейчас на третью, вот так, так, иллюзии проводят, Стрэндж все-таки еще, здесь контр-врыв, здесь просто КСМ-ку Стрэндж атакует, иллюзия заходит, Бистик не контролит, три рабочих, четыре уже погибают, иллюзии-то, точнее, адепты с плюс один, они просто разваливают здесь полом, да, варп еще адептов, у Стрэндж уже колосса, 123-126 по лимиту, Бистик, конечно, на третье обосновался сейчас очень серьезно, но там вторая атака уже, на самом деле, Рэндж колоссом заказан, здесь пробивает все камни, Стрэндж гейтов надо побольше добавить, 5 гейтов, что это за смех такой, а вот 2 добавляется, 7 будет у Стрэнджа гейтов, скоро очень, Убистика по грейдам, ну, не так, все круто, прямо я бы сказал, но у Стрэндж тоже одна форжа, нужно идеально с нее грейды делать, На все режим летает контроль, а здесь у Стрэндж с ХГ не хочет зайти Стрэндж понапрягать, попытаться, здесь, опять же, дроп двух минок летит вперед, Так, Медивак на мейн пролетает, здесь минки есть везде, все есть у Стрэнджа для обороны необходимое, Да, варп еще с талкеров идет, нужно попытаться поймать, вот, Медивак облетает сейчас с другой стороны, Видит Стрэндж, где даун, он видит, где он висит, нужно как-то выцепить боевого, Адепт на Ксилнаге, Мариков там отгонит, лимит Стрэнджа больше, колоссы с двух роба делаются, Убистика Рэндж либератором собирается сейчас, очень скоро заказать он, так, здесь иллюзии адептов выдвигаются, Прямо Ксилнаге, Стрэндж перехватывает бистиковских юнитов, Адепт один, ой, Мародер один минус, остальные все живут, все в порядке, Четвертый нексус собирается Стрэндж ставить, насколько я вижу, да, И вторая форжа пошла в первый армор заказан, там уже 2-2 делают, Стрэндж скоро 3-1 будет, По лимиту флюсе шторм будем сделать, Шторма пока не наблюдается, Давай, ропищу адептиков идет, Так, минка одна на хайграунд, копается на четвертом нексусе, Стрэнджевском, Стрэндж в центре, уже 183-167 по лимиту, Либераторов не так уж много у Бистика, не все из них разложены сейчас, И танков маловато, Так, Мариком спалил, колоссы подходят, новенькие призмы строятся, Бистик пытается тут разложиться, чтобы оборонять все это направление, Подходит Стрэндж, подбревает камни сейчас просто очень-очень быстро, Сталкеры вот эти под Либераторов попадают, Камни-то Стрэндж брил, ну дальше-то что? 193 на 174 нужно реализовывать как-то преимущество Стрэнджу свое, Адепты врываются в противоположное направление, Сейчас Бистик все это видит, да вот сюда шел бы, Пока Либераторы не разложены были, Вот на хг же можно заходить, колоссы с Стрэнджем, Так, подлинг под Либератора, раз, второй Либератор где-то вдалеке, Идет Стрэндж вперед, пару филдов, Блин, ну тут Стрэндж терпит очень жестко, На самом деле он больше теряет, чем на самом деле убивает в таких врывах, Ну вот пошел завар Сталкеров, Но размениваться как-то надо, И популяцию Либераторов бы сокращать бы надо, Бистику, Вот он не успевает просто сейчас переразложиться на самом деле, Агрессивный, блин, наверх, Адепты в Био прям врываются, Сталкеры, правда, разваливаются на Либераторах сейчас, И у Стрэнджа нету прикрытия от Либераторов, Ну вот он сзади на самом деле очень неплохо блинкуется, И Либераторы вообще ничего не прикрывают в данный момент, Один еще Либератор упал, Стрэндж смещается вниз под четвертый Нексус, Несмотря на то, что вроде как Бистик казалось, что отбился, Стрэндж все-таки нашел здесь лазейку, И не спасает Бистика, в общем-то, Либераторы Стрэндж просто изничтожает все вообще в хлам, Потери в его пользу сейчас, Ну, нет, я бы не сказал бы, что легко достал Йоцца, Это победа Стрэнджу, Да еще пока и не победа, Но очевидно, что 150 на 108 Это ГГБистика, Но он пытается держаться до сих пор, Блин, и Либераторы просто Неоспоримые здесь, Просто работу делают для Бистика, Такой вырезовой фунт можно посмотреть на сайте ГГУХ войска, Он всегда стандартный турнир, Это еженедельный, Пора уже привыкнуть, Здесь какой-то контур-дроп от Бистика идет, Так, Стрэндж пытается отсидеться тут на Сталкерах, Бистика, между прочим, Четвертую Нексус унес Стрэнджу, А ЦЦшка-то третья у него выжила, Опасная ситуация такая, Нужно Стрэнджу не отпускать чертягу, 3-1 грейды у него, Там 2-2, Две грелки Стрэндж делает, Зачем ему две грелки? Адепты идут вперед, Призма есть новенькая, Колосс один на мэне стоит, Зачем-то остался, Гейт, кстати, один открыт, Стрэндж, надо заметить, 154-117, Сейчас, блин, Бистика отстроит, Боевой-то лимит одинаковый, Сейчас Бистика отстроит боевой, Просто будет тяжело у Стрэнджа-то, Так, приходят Сталкеры, ЦЦшка пытается улететь, Тремя-то грейдами на атаку, Сулкера у ее, Как бомбят ее, Эту ЦЦшечку, Подблинкнуться поближе, Ну, Стрэнджеру не надо Подблинкнуться поближе, Он уже ЦЦшечку убил, Эту, собственно говоря, Из рейнджа либераторов выходит, А для Бистика это теперь проблема значительная, Причем, То, что он отдал ЦЦшку, Теперь у него нет экономики, Теперь у него, Вот у него в другом направлении ЦЦшка есть, Но это планетарка, Не орбиталка, Муллов на ней нет, Соответственно, Сканы все тратятся, Сейчас, чтобы Стрэнджера обнаружить, Либераторов реально много, И Бистика пытается вот за этих либераторов, Собственно, сейчас и зацепиться, Так-то вот с помощью либераторов, Восстановить тут паритет, Стрэнджка-то не успевает В разных направлениях пройти, Но Либераторы, кстати, Разложены очень таки широко сейчас, То есть можно как-то попытаться найти лазейку, Стрэндж захочет, Находит лазейку, Под блинк, Под либера агрессивный, Грелками надо фокусить именно Либераторов, Что Стрэндж пытается сделать, Ну под Планетаркой драться вообще не вариант, Сейчас Стрэнджик, Что ж ты делаешь, 86-102, Призма уничтожена, Еще две игрелки подлетают, Игрелки Либераторов очень неплохо забирают, Кстати говоря, Еще один Либератор полетел, Стрэндж же на пофиг идет вперед, Колоссами против Либераторов, Против, Против мародеров, Дерется, 93-52, Ну тут было просто на грани, Мог Стрэндж отдать, Реально сейчас игру здесь, И, Так, Где Дикон там Стрэндж делает, Вар здесь пошел, Ну колоссами надо рабочих убивать, Стрэнджу, А не вот, А не ЦСшку бить, Подходит, На ее здесь, Марики заглянули, Несмотря на то, Что колоссы значительно хуже, Чем раньше, Но Мариков все равно, Они разбирают, Как надо, Талкеры подошли, 30 на 93, Еще чуть-чуть и бистику Мог бы попытаться что-то сделать В этой игре в игре, И пишет он, Такие вот дела, Такой призовой фон, Какой призовой фон, Так, Дальше, Кто там у Стрэнджа будет, Пока не знаю, Есть ли оппонент у него, Лайк против касса, Начал уже, Блин, Менее минуты, Блин, В игре, Ну что такое, Что за непруха-то, Басси у Росстрэнджа будет дальше, Ну, Значит, К нему воруемся, Снут с револьвером, Бьется револьвер, Как-то там далеко, Ворошел, Смарю, В четверть финале, Это будет Ри уже, Кстати говоря, И Нерчу выиграл, Ману, Ждет Блая Касса победителя, Блин, Стрэндж, В сетке Нерча, Кстати, Находится, Что плохо, В полуфинале, Может, Проиграть Нерчу, И Блай, Там, Ну, Блай может Нерча выиграть, Например, Тоже, Тоже, Продолжение следует... 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 Так, Блайс с кассом, я так понимаю, пока не доиграли, да. Страничку этот вот пропал. Продолжение следует... Не понял, про что ты говоришь в Susan&NR. Какой турнир к поп-шоке. Причем здесь револьвер. Так, пошел инвайт от Стрэнджа. Все отлично. Ну что, вроде все здесь. Гоу Рассун, что-то байсер. Стрэндж говорит, гоу Полланд. Правильно. Что ему там не нравится? Ну вот это уже теперь точно. Бо-3, поехали. Стрэндж против Басиора. Игра номер один. Тиран, кстати, неплохой такой в какой-то момент был. Он и в Ходзе. Не знаю, в какой сейчас форме. Но Стрэндж-то в форме хорошей. Поэтому надежда на Стрэнджа здесь. На то, что потащит он. Ну что, Стрэндж после Гейтоницу ставит. Здесь у нас Рипер будет заказан, судя по всему. Басиор тут депошечка. Немножечко Стрэндж пытается напрягать. 400 все АПМ. И Стрэндж, да, пошла. Кстати, Рипер достаточно ранний получается. То есть сейчас он вперед полетит. А у Стрэнджа еще даже Мазеркор не будет заказан в это время. Только-только сейчас он скоро будет заказан в тучке сбора. Кто-сюда меняет Стрэндж? И Мазеркор пошел. Рипер летит вперед. Но хотя Мазеркор как раз к прилету доделается. Надо бы варп заказать. В прошлый раз Стрэндж с варпом что-то завтыкал в одной из игр. Пошел и варп. Так, гранатка на рампу, но иллюзии пофиг. На гранатку спускается Стрэндж вниз. Из иллюзии сразу в патруль. Пока не Твайлайт, а не робы не наблюдаются. Зато наблюдается вот что. Прокси Старгейт в другой части карты, как вы видите сейчас. Здесь попытка Баси Ура уйти. Он уйдет на ХГ, конечно. Стрэндж отогнал. Все в порядке. 27-24 барабам. Все лишнее с мэна Стрэндж на вторую переводит. Я случайно рабочего сгаз задел. Да, 16 пробочек на мэне осталось. И здесь пробка сныка на рипер Прокси будет пройти. Нет, не будет. Он будет на мэн просто залетать. Видит Стрэндж адепт. Там рипер постоянно напрягает. Здесь Оракул заказан. Между прочим, на второй базе ничего нет. Есть зато инженерка. Но туреток пока не заказано. Для грейда, судя по всему, делает Баси Ура. Сделал эту инженерку. И видно у него такой билд с ранним стилом, который предполагает... Ну... Не предполагает стационарной обороны вначале. Так что сейчас Оракул прилетит и будет Бо-бо. Баси Ура. Если он здесь всего 4 мариков будет держать. А будет держать. Он здесь всего 4 мариков. Смотрите, 3 на рампе стоят еще. На мэне туретка в минеральной линии есть, кстати говоря. Стрэндж куда-то бомбить-то. Ну, 3-х КСМ-ок подрезал, не более. Ну, хоть 3-х подрезал. Я-то думал, Стрэндж сразу на мариков накинется. Так, рипер запрыгивает на мэн сейчас. Пролетает, спалил я там Твайлайт, я не знаю. Ну, спалил заказный Твайлайт, но в итоге что это дает, непонятно. Еще одну КСМ-ку Стрэндж на мэн не подрезать. 45-37 парабам. Тут басер полетел вперед. На стимпаке и плюс 1 скоро доделается, через 20 секунд. Ну, 15 мариков на стиме и плюс 1. Это сильная на самом деле такая связка. Ну, у Стрэнджа, ну, очень что-то ресурсов прям много сейчас. Есть ли варп, правда? Ну, вот пошел варп. Сопплай блоков нету, при этом у Стрэнджа самое странное. Как бы так, вот варп проходит. Залетает басер, нужно оверчарж ставить, ставит Стрэндж оверчарж. Мариков парочку успеет подрезать с помощью этого оверчаржа. Гвардиан есть у Стрэнджа вообще? Не вижу Гвардиан с Энтрю. Стрэндж вкусит басер. Еще один оверчарж пошел. Ну, фокус хороший с его стороны был сейчас, я бы сказал. Нужно третий Нексус обязательно отбить. Но Стрэнджа не отобьет. Здесь большой дэмэш с стимом еще проходит. Еще и адепт потеряет сейчас Стрэндж. Нужно заново Нексус заказывать Стрэнджу обязательно сейчас. Так, Нигилак не потерял. Влинку Стрэндж здесь нет. Влинка нет, зато в адептном скорость атаки почти готова. Оракулы ставят с эти стазисные ловушки по всем направлениям. Ну и басеру это двухбазовая, в общем-то, тема. Он не собирается в макро переходить, насколько я вижу. Стрэндж все-таки Нексус заказывает. Добавляет Эморфлова, добавляет Пажу после скорости атаки адептам. Блинк сейчас будет готов. У Стрэнджа единственное, что минус билда, как-то у него рабочих в какой-то момент не строится просто. Так, и вошел Байсер вперед сейчас. Так, трех Мариков ему заблочило. Стрэнджу надо еще одну ловушку, конечно. Поставить где-нибудь. Но он ревелэйшн кинул, энергии нет, чтобы ловушки еще ставить. Доварф адептиков идет. Скорость атаки у них есть. Блинк, правда, пока нет. Минус Марик. Танки подлетают. 105-106 по лимиту. Близки боевые лимиты Стрэнджа и Басера. У Стрэнджа много адептов здесь. Я не знаю, что ему бояться вообще нечего. Здесь, конечно, Мариков ловить просто. Врывается Стрэндж с адептами в Мариков. Плюс Оракула сзади разрывает. Все в итоге абсолютно здесь очень четко дерется пока что. Я думаю, что здесь... Не, ну пока не ГГ, но это замечательно для Стрэнджа. Он собирается и третью ЦЦшечку, насколько я вижу, Басеру отменить. Приходит Крампин. Здесь два танка уже. Не надо было вот именно вот с этого направления пытаться ворваться. Хотя Стрэндж тут наглее что-то до сих пор. С ЦЦшечку можно было спокойно убить сейчас Стрэнджу, но он не убьет ее. Отменяется. Все, отходит Стрэндж. С ЦЦшечку как не трогал, так и не трогает. Блинк сейчас будет готов. Плюс Призма. До варп еще адептов идет. Пробок нужно на третью-то заказывать. Стрэндж что-то не спешит этого делать. Так, заходят. С ЦЦшечку обнаруживает наконец-то. И придется отменить С ЦЦшку. Улететь сейчас в тирану, иначе может она погибнуть просто. Здесь уже либераторы первые готовы. Так, Стрэндж бегает, иллюзии посылает в очередной раз. Призма летит вперед. Пробок как не было, так и не что самое интересное. Все под ревелэйшном. Здесь танки и либераторы есть. И даже один ГОСТ заказывает одного ГОСТа Басю. Это очень опасный, на самом деле, расклад. До варп еще столкерков от Стрэнджа идет. Призму куда-то облетает наверх. Здесь туретка есть, как тут Призму захарасишь. Нужно что-то разгрузить и попытаться выйти. Стрэндж наконец-то приходит в экономику. И вот что мешало во время всей этой беготни рабочих построить? Ну, судя по всему, Стрэндж хотел улынить, а потом передумал. У меня такое ощущение складывается. Здесь Призма разложена. Можно наваркать адепты на нее. Некое количество. Басюр делает выход или нет? Нет, пока не делает. Стрэндж четырех адептов варпит. Можно прилетать вот сюда, дропаться, собственно говоря. Или Стрэндж вообще на муви хочет выйти? Стрэндж хочет на муви выйти, насколько я вижу. Четыре адепта заходят на вторую, видят Басюра. Нет, пока не видят. Они телепортируются. Минус здесь просто экономика. Очень быстро. У рабочих падает несколько штук. Стрэндж здесь филдами блочится в лоб. Пытается отсидеться на филдах. У Басюра подходит либераторов уже сколько? Четыре либератора. Несколько танков здесь есть. Опасная очень ситуация для Стрэнджа. Складывается и ЭМП минус адепта. Но здесь минус экономика на второй. На третьей базе у Басюра происходит. Так, здесь адепты врываются прямо в био. Нужно Стрэнджу, если врываться, собирается бой принимать. Он не собирается. Сейчас он просто соплай блок заработает. Стрэндж, что он делает-то? Я что-то понять не могу. Но он решил, что не сможет просто втянуть здесь битву. Собственно говоря. Кстати, по рабам-то Стрэндж еще вплист. Знаете, Басюр Криво вообще стоит здесь. Рабочих не отбивает. Все минус КСМ. Пошел замес. Стрэндж наломается. Это минус Стрэндж. 1-0 Басюра. ГГ. Криво подрался Стрэндж. Не заметил я, как он там, ну, не показал. Я вам пел полностью замес. Но, в общем-то, не получилось. Там 4 Либератора плюс танков много. Такой вот в этом плане микс хороший у Басюра был. Ну, не знаю. Как мне кажется, Стрэндж просто, если хотел улынить, то нужно было как-то проатаковать Басюра, разменяться хотя бы сразу. Но Стрэндж попытался... В экономику перейти, а в экономику уже поздно было переходить. Стрэндж. 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 Пока ничего не начинается. Ну, что Басил Роста Стрэнч проиграет, я не рассчитывал на такое, но еще это пока 0-1 и может победить. Так, кассу Билблай будет биться со Снутом, ой, с Нерчем, смотрю кассу, что-то бушует прямо. Все, кажется, все готовы, поехали. 1-0 войдет, польский Тиран, Басилор. И Сумеречная Башня, следующая карта, Стрэндж сверху, красный, Роцбастер снизу, синенький Тиран, светло-синенький, голубенький. Как-то так. Ну что, у Басера ЦЦшечка первая на этой карте. Барак пока не наблюдается, КСМ-ки строят. Сейчас вот Барак будет за окон Стрэнджа, Гейт первая, Гейт не Эксус, стандартный Билд, соответственно. Здесь в КСМ-ка одна поехала, вторая строит Барак. Ну, Стрэндж сразу же поймет, что это такое. Третий Барак пошел. Так, видит Стрэндж КСМ-ку прекрасно, как она возвращается назад. Интересно, пробочка была сныкана, куда Стрэндж ее переныкивает. Либо домой возвращает. 23-21, парабам. Ну, пока Стрэндж в плюсе, но здесь две орбиталки. Деду сейчас по два мула полетят, и экономика у Тирана очень сильная. Ну да, погорячился с Изи полуфиналом для Стрэнджа. Басер неплохой Тиран, но я думаю, Стрэндж сейчас соберется. И, по крайней мере, Стрэндж тот, кто частенько было, что проигрывал, кто он собирался, выигрывал. Я думаю, он может вполне одолеть его. Просто надо аккуратнее ему действовать. Так, точка сбора на вторую, здесь все приходит, приезжает, пока ближние минералы занимаются уже. Добыча начинается серьезно. И третий нет Сус от Стрэнджа. То есть он сейчас побыстрее третий ставит. Добавил с Стрэнджа. Так, Мариком вперед идет Басер, хочет разведочить, что происходит. Ну, третий нет Сус от Стрэнджа сейчас спалит. У Стрэнджа уже готовый робот. Двайлайт блинк заказан, плюс два гейта добавляются. Ну и Марик на ХГ поднимает здесь адепты. Оп, раз, два и три. Ну, Марик нет Сус, зато спалил. А здесь у нас что? Здесь у нас похоже на двухбазовую какую-то движуху со стороны Басера. Но прокатит ли она? В принципе, у Стрэнджа Нексус очень ранее. То есть он уже сейчас начнет добываться. Так, здесь что-то с перебором рабов. Надо перевести либо на третью, либо здесь два газа уже добавлять, как бы и точку сбора менять. Здесь уже количество более чем идеальное на минералы. У них 22 рабочих уже с перебором. То есть надо на газ, получается, добавлять. В Стрэнджа две фаржи ещё делаются. Ну, сейчас Стрэндж доиграется. Это им всякие технологии. Если он, конечно, держит, для него вообще замечательно будет. Но если сейчас как-то на халяву Басер на оклике и проблёт его, то это будет печаль полная. Всё, начинает третью Стрэнджу раскачивать. Два варака здесь. Две фаржи делаются. Бусты на плюс 1-1 и на блинг делаются. Здесь видит Стрэндж, что у Басера здесь вообще-то... Медиваки намечаются, видит всё прекрасно. Так, а что Басер-то вообще? Он никуда не летит. Он ждёт первые медиваки. То есть они поздние получаются, эти первые медиваки. Естественно, он полетит дробчиком вперёд, что Стрэндж спалит, скорее всего. Плюс ещё 4 гита добавляется. Гитов сейчас будет 7 штук у Стрэнджа. Плюс Силона на второй базе. Пробки строятся не всегда. В заказе они надо вот с этим моментом по Стрэнджу как-то получше, чтобы они идеально по КДшечке строились, пробочки. Блин, готов. Ну, можно бы скорость атаки адептам запилить, но что-то Стрэндж пока ничего не делает. В это время врыв на мейн идёт. Стрэндж заказывает сейчас плюс Силона ещё на мейне. Главное, что вертяж сработал для обороны сразу. Гиты будут открываться. Да, и скорость таки адептам пошла. Гейта А3 почему-то, значит, открывает. Один не открыл сейчас. Врываются медиваки. Блин, дал бы ему пролететь чуть дальше Стрэнджик. Можно было бы сразу сбить сейчас на подблинке, бы на самом деле. Так, 70 талкеров плюс Сентря здесь адептики. 2-2 Стрэндж заказывает. По грейдам хорошо. Здесь только-только третий с Сэшкой перелетает. Короче, вроде как у Стрэнджов по технологиям, по всем параметрам в этой игре всё более-менее неплохо. По тонке на каждой базе Стрэндж добавляет или нет? Погодите, а где вторая строится? Одна, а вот, две на второй. Чтоб не пролететь, была одна на мэне. Прямо минеральной линии здесь на третьей пока нету. Ну, на третьей Стрэндж вроде как ему и не нужны, насколько я понимаю, пока. Ну, ещё двойной дроп с другой стороны летит. Здесь минки, между прочим, в этом дропчике есть. За блинк на мэн пошёл. Вот Батиора. Не за блинк, точнее, а за дроп на мэн. И адептам не доделалась скорость атаки. Буквально секунду там не хватило сейчас. В это время дроп идёт на третью базу. Стрэндж на блинк пытается отбиться. Минка окопалась, но минка залп не делает. Сейчас минка залп в дело. Стрэндж потерял немножечко рабочих сейчас. А в это время ещё и на мэне проблемы были. То есть, ну, по рабам Стрэндж всё ещё в плюсе. Здесь пилун надо восстанавливать, иначе грейд просто не делается. Здесь робо Бэйв, вторую робо. Но основное, у Стрэнджа основные грейды, они вот они, это 2-2. Конечно же, на этой макрокарте это очень важно. У Байсера ещё, видите, у него есть армори. Давайте посмотрим в здание. Нет, у него отсутствует, он 2-2 в принципе не может заказать. Он строит гостакадемию. Но вот армори забыл, и это очень важный момент сейчас, что армори-то забыл. Стрэндж очень сильно сможет вперёд выйти по грейдам в итоге. Сейчас робо Бэйв доделается, начнут 2 робо работать и строить колоссов. 3-3 надо бы Стрэнджу тоже сразу заказать. Было бы вообще замечательно тогда, опережение было бы вообще очень жёстким. Закажет Стрэндж 3-3 сразу или нет, вопрос хороший. Плюс 7 адептов ещё. Так, грейды доделаются в форжах. 3-3 Стрэнджик заказывай, пожалуйста, будет вообще царский. Ну, 3-3 Стрэндж не делает, и колоссов Стрэндж пока тоже не делает. Тут 2 колосса пошли. Рэндж пока на них не делает. Нужно рэндж заказать обязательно сейчас. Тут на всё, в принципе, у Стрэнджа есть и на колоссах, и на рэндж ресурсы. И на грейды даже есть. Вот рэндж пошёл сейчас. Байсер видит обсерверов. Вот тут летает рядом Либераторами. От Стрэнджа Призма на мейн компоненту сейчас собирается ворваться, насколько я вижу. Плюс 7 адептов ещё дома, правда, Стрэндж варпит. 3-3 как не было заказано, так и не заказано до сих пор. Байсер пытается Стрэнджа прямо в рампу вогнать сейчас. Стрэндж, естественно, врываться не собирается никуда. Уходит к рампе. Здесь Призма прилетает. Нужно срочно прилететь и охладить пыл Тирана. Он, смотрите, весь прирост вперёд повёл. И Стрэнджу сейчас один бы за варп сюда мог бы решить вообще всё. Пошёл за варп. 6 адептов в нём. Так, часть 3 адепта куда-то пошли на вторую, либо на третью. На третью проходят адепты. Здесь ГОС свою пристройку бьёт. Всё, адепты в минеральной линии. Здесь Байсер всё ещё блочит Стрэнджу. Но Стрэнджу уже колоссы есть и рейнджинг там делается. Адепты пытаются ворваться на вторую в карман. Врываются на вторую в карман. Здесь все рабочие под ударом вообще. Байсер уже улыбнись фактически идёт. Ну, Стрэндж нормально здесь сидит. Можно на оверчажах время потянуть немножечко. На второй рабочий уничтожен. На третьей добычи нет. На мэйне добычи нет. И здесь ещё один адепт есть. Ну, развёл хорошо Стрэндж оппонент. Эти сочи хорошо. Здесь адепты что-то туритки-то бомбят. Да, призма наконец-то уничтожена. Здесь адепт просто наваливает. Будь здоров. Дэмэджа. Ну, пока Байсер не потянул вот этот весь прирост, который адептов принимает. И нужно Стрэнджу на самом деле там отбиваться дома. Иначе как бы сейчас придёт всё назад. И будет тяжко уже. Здесь плюс два колосса ещё выйдут. Уверчажа не вижу. А Стрэнджу уверчажа он не ставит. Так, колосс ещё выходит. Идёт Стрэндж вперёд. Прямо на либераторов. Агрессивный блин вперёд. Подрезает одного, второго, третьего. Ну, нужно отступить. Чё-то много дэмэджа Байсер наносит. Но Стрэндж по чуть-чуть отгоняет. Самое главное, что либераторов всё меньше и меньше. Колоссов всё больше и больше. То есть Био будет попроще отгонять всё-таки. Подходит Байсер минус Марик. Хороший прирост выходит. Либераторов-то всё больше и больше. Жёсткая эта карта. А Сталкеров не так уж много у Стрэнджа. Так, и нет Сус там. 104-116. Блин, с таким лимитом Байсер может глощить успешно вполне своего оппонента. А в сервер улетает от Стрэнджа. Из рейнджа Либерации вот этой вышел. Либераторского. Это хорошо. 172-132 по лимиту. Наконец-то Байсер. Стрэнджа разбивает этого, подумал он. Наверное, Био сплит постоянно. Гасты очень опасны, что тут гасты есть, конечно. Стрэндж делает варп и медленный варп. А Байсер просто снялся, ушёл. Стрэндж не видит, что ли, этого? Адептов посылает. Да, ушёл. Это такая ошибка со стороны тирана сейчас. Дичайшая, на самом деле. Почему? Да потому что сейчас Стрэндж пойдёт и убьёт его. А так бы стоял, как выйти в узкий проход к тирану сюда. Тем более он не видел... Ой, он ещё и не видел, что там Нексус четвёртый уже у Стрэнджа есть. Короче, лимит боевой у Стрэнджа есть. Он идёт вперёд просто сейчас. Нападает на оппонента, на своего... Ну, пока не нападает, но будет нападать, конечно. Смещается наверх, подрезает мародёра. Ещё и Призма может когда-нибудь прилететь. Байсер об этом не подумал. Так, Адептики врываются. Будет Стрэндж врываться? Нет, не будет. Он пытается сбоку зайти. Заходит сбоку одного либератора, подрезает. Остальные где-то сзади. Врываться не собирается. Сентрии две штучки приходят сюда. Нужно заходить там, где нету просто зоны вот этой либераторской. И всё, да. Сейчас просто Байсер будет перераскладывать либераторов, а Стрэндж сможет подблинкнуться под них, например, хорошо. Всё, пошёл замес. Сталкере подходит. Нужно либераторов забирать. Тут даже без блинков Стрэндж подходит. Отблинкивается назад. Либераторы не расположены и пытаются колоссов Байсера убить. Гэ. Ну, действительно, какой-то Гэ сделал. Вот реально, стоил он около рампы Стрэнджовской. И очень тяжело было бы спуститься, реально. Чё забоялся, ушёл. Я хз вообще. Короче, батя Урасу не поставил. Байсер. Стрэндж. Стрэндж. Байсер. Эи. Эи. Гэ. 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 Стрэндж. Гэ. 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ Так, 1-1 В ДВЕРЬ 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 Ну что, мазеркорчик густится. Так, Twilight в этот раз первый у Стрэнджа, между прочим. Прилетает Reaper, видит Адепта, улетает. Два выстрела неплохо Стрэндж по Reaper сделал, ну вот была бы сразу иллюзия, чтобы за ним пустить, может быть даже уничтожил его, но уничтожить не получилось. Нас ждет славный бой! Фризит картинка. Не знаю, все нормально должно быть. Так, ну здесь в ранний Steam opening очень какой-то прям ранний Steam. Скоро реактор будет, ну а после Steam щиты тогда делать побыстрее, раз такой он ранний прямо. И плюс один у Bassior. Ну любят да, Bassior такие на контроль темы. У Стрэнджа Робо в этот раз Twilight был первым, то есть у Стрэнджа будет Blink первым. А Blink первый против таких вот супер ранних передробов всяких тирановских. это хороший билд, потому что их проще гораздо встречать, чем без Blink или... Ну здесь медиваки ловить можно. Близ, что-то еще. Есть других Griddle. Так. Так, Робочка Стрэнджа проезжает. Ну, сейчас в Рибер заберет гаденыш. Спалил Bassior третий Nexus. Ну это опасно Стрэндж делать, но с другой стороны, если вот при наличии третьего Nexus все это дело отбить, будет хорошо. Здесь полетел дроп, в нем 13 смариков сидят, но они без щитов будут. Плюс один, кстати, очень скоро будет. Возможность плюс один будет. Но у Стрэнджа будет 9 сталкеров, и они будут на Blink, что самое интересное. То есть сейчас еще один варф будет идти, и все будет хорошо. Так, разгружается Bassior. Стрэндж пролетает об сервером. Буквально чуть бы позже он пролетел, он бы спалил бы все это дело, но вот он иллюзии пролетает, видит прекрасно... Видит прекрасно Мариков. Простимпачился Bassior, принимает бой. Стрэндж отблинкивался просто назад сейчас. Урыв прям сталкеров идет. Ну просто в наглую тиран дерется, я бы сказал здесь. И как-то Стрэндж начал, не знаю, вяло драться в начале. То есть не акцентированно, что ли, как-то сталкера стреляли. В итоге марики в них ворваться смогли. И позиция такая, на чистом пространстве было бы попроще, конечно. Нексус готов у Стрэнджа. Адепт скорость таки делается. Что-то там заказал, Стрэндж отменил и робо-бэй пошел. Колоссы будут, ну скорее всего с одной фаржи. Об сервера у Стрэнджа нету, полететь посмотреть бы, что, где вот эти юниты стоят. На Ксилнаге, не на Ксилнаге. Скан от Bassior куда-то идет, куда скан шел. Об сервера на мейне сбил. Ну что же, здесь камни пробиты. Может на Ксилнагу Стрэнджу сходить, разведать, попытаться. 53-48 парабам, но по боевому лимиту Стрэндж очень сильно отстает. Вот в чем проблема. И Bassior выход еще делают одними деваком. Два танка дома забыты, вот они пытаются выехать. И опять им не выехать. Одну депошку открыл, а другую, кто откроет им депошку. И опять об сервер мимо куда-то летит. Да что ж ты будешь делать-то? Ключ 4 гейта у Стрэндж. То есть Bassior хочет сейчас прийти в тайминг. До как раз таки появления колоссов большого количества. И таких юнитов ключевых. Так, заходит Стрэндж. Ну куда ты на мове-то идешь? Блин, ну ё-моё, ну как так, а? Товар под эптика. Ой, товар сталкеров еще. Мазеркорс мейна берется, летит сюда. Здесь два уже танка. Масс-масс бью. 60-38 по боевому лимиту. Просто чуть-чуть бы Стрэнджу посидеть бы здесь и отбился бы. Но, блин, тут гейты не открыты. Соответственно, будет тяжко очень в итоге. Но можно на оверчажах отсидеться немножечко Стрэнджу попытаться. Но Bassior сразу два пилона сносит. Сносит рабочих там в минеральной линии несколько штук. Стрэндж уходит рабами. Пытается дома, что ли, уже отбиться. Да, да. Варф адептов идет. Гейты вроде как открыл. Но сейчас сапплайблот гигантский будет у Стрэнджа. Вот что неприятно. Во-первых. Так, здесь Либераторы первые прилетели. Ну, блин, двухбазовая хрень. Двухбазовая улына. Вот два пилона. Мазеркором нужно сюда оверчажа обязательно ставить Стрэнджу, чтобы отбить попытаться Нексусу. Чтобы соплайблоков не было так быстро хотя бы у него. Так, Стрэндж Калус вообще пока не готов. Спускается. Байсер Стрэнджу тут на филдах немножечко разводит. Иллюзиями пытается ворваться. Адептов обмануть. Там третий ЦЦшка одновременно строится. Вот что самое интересное еще. Пилоны у Стрэнджа. Сейчас все. Сапплайблок пошел у Стрэнджа первый. Доварп адептов. Три пилона где-то заказано. На мэйне они строятся, эти три пилона. Будет Байсер выше подниматься? Нет. Выше, судя по всему, не будет. Там третий ЦЦшка уже. То есть, это не полный улыбнул. То есть, отсиделся сейчас. Не отсиделся. Выжил Стрэнджа с третьей. Сам третий ЦЦшка. Так, два адепт телепортируются. Ошибка Стрэнджа контроля сейчас только что была. Мазер Курбайсер нахалит. Что ж такое-то, а? Перехвалишь Стрэнджа тоже. Да как и всех, собственно, перехвалишь. Вот вам и расклад в итоге. Так, адепты будут врываться. Да, врывается Стрэндж. Вообще не одновременно. Вообще провально Стрэндж врывается. Просто провально. Адепты не в центр био. А юниты другие не идут одновременно. Если так делать, то это надо абсолютно синхронно делать. Не, здесь чудо только Стрэнджа спасёт. А чудо не будет, скорее всего. К сожалению. Стрэнджа не идёт. Нет, 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 не идёт. Пошёл, конечно, с пробками вперёд. Вперёд. Очень жаль. Всё, наших больше не остаётся здесь на данном турнире. Всё. 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 Так, Аказ проиграл или ничего не... А, проиграл. Всё. Так, ну прошу заинвайт И что тут делать сейчас? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нерч удивлен, что Бассер выиграл против Стрэнджа Я сам, честно говоря, очень удивлен этому Но Бассер себя с хорошей стороны показал Стрэндж, к сожалению, не смог одолеть его Продолжение следует... Значит, пока нихрена не происходит Ждем три... Опять же, в очередной раз Три поляков полуфинала Гуфуиска, ну Польша, что говорить Польша сильна сейчас очень В Старкрафте и много Вот кто доходит далеко Наш так давно не было, на самом деле Хотя были и такие времена когда-то Так, пошел инвайт от Бассера, спасибо ему Ну что за будет... Он ляст ляст нерчу, это я думаю Халява, он поляков-то всех знает Как бы будет ему проще Вот против Стрэнджа тяжеловато играть Стрэнджа тяжеловато играть Стрэнджа тяжеловато играть Ну что раз Стрэнджа тяжеловато играть Ну что за это так сегодня достаточно много рекламы и ближайшие две недели будет поэтому напоминаю вам всем что было бы очень неплохо если вы отключали от блоки ну естественно подписывайтесь на премиум и поддерживайте меня и мой канал напрямую или по реквизитам напрямую через плеер или по реквизитам в описании поехали жаль на наших больше ногу поиска нету будем надеяться будет играть еще и доходить до стадии и более до дальних он не разгул поиска выигрывал пока байсер против нерча начинается глкф а а и и Пошла хата. Подстраивается барак сейчас. Скоро будет готов. Подстраивается барак сейчас. Так, овер вылупляет сейчас у нерча. 4 линга, 2 королевы. Здесь через риперка байсер играет. Летит вперед, строится фактация, цешка. Так, 2 клингов обрезаны уже байсер стрейндж. Третьего в воздухе прямо отстрелил. Снайперский рипер, молодец. Ну что же, ну трейлинга лучше трейлинга потерять, чем хотя бы одного дрона, потому что дрон это экономика. А вначале очень сильно это решает. Плюс 2 королева делает байсер еще. Стрейндж, простите, какой байсер. Фу, какой стрейндж ты. Нерчу, е-мое. Хе, ой, я угораю. Криптуморы пошли. Криптуморы пошли. Так, они акции новенькие. Третья охватка ставится по рабочим на 4 нерча плюс. Здесь третья цешка, но посмотрите, как она ставится. Прямо под овером вижен. С нерча все понимает, что ему нужно халявить. Построить несколько роучей, чтобы перестраховаться. И просто халявить, халявить, халявить. Тут у нас 4 гельончиков. Принимает лингов сейчас байсер. Мулы полетели. Так, плюс 2 инженерочки. Здесь залетает дробь. 4 гельона. Но линги его сразу же встречают. Сручи, действительно. Короче, дробчик не проходит. Ну, в принципе, тираны и так все неплохо. По 3 ксм строятся. 2 инженерки делаются. То есть можно сейчас грейды будет. Закат. У нерча только что эволюшный. Да, 2 эволюшна на третьей базе. 1-1 пошли. Тиран пока 1-1 не делает. Хотя ресурсы все есть. Нерч уже в плюсе. Здесь по грейдам впереди будет. Так, пастрон. Валерий Вич. Ну, все, дропнуться не получилось. Здесь крипа, в общем-то, очень много у нерча поперло. Мув роучем делается. Но при этом миличные грейды. То есть, я так полагаю, выход в хайф сейчас будет. Стандартный выход в ультралов. Очень это умеет нерч хорошо делать. Так, ходит что-то маленький в районе крипа. Вот сейчас стимпак будет готов, но тиран уходит назад в итоге. Гелеоны все дома. Нужно армари заказать. Просто сейчас где-то для грейдов. И гелеоны хелбатами будут в ближайшем будущем. Когда отменяют пару криптуморов у нас тиранчик. Пробегает. То ли скана нет, то ли я не знаю, почему не хочет он крип здесь пробрить. В итоге сканит, когда... Ну, надо сканить, как только ворвался. Тогда зерк не успеет. А так, конечно, побегал здесь и нерч дал, чтобы эти моряки опять крип отменять. В итоге ничего и не вышло. Здесь новые криптуморы королевы ставят. И крипт будет дальше распространяться спокойно абсолютно. Так, трансьюз на королеву. Контроль просто великолепен. У нерча уводит королеву демажу. Ничего не теряет вообще. Ну, 2-2 пока нет, грейдов в заказе. Вот сейчас ковыд второй пошел. Сейчас армор, наверное, будет заказан. 75-61 парабам. Да, 2-2. Там еще армори только делается. Завтык был. Так, над вещей все хорошо. Привет, на аргил, кстати. Да вроде все нормально. Ну что, тут энергия у королев появляется. Ой, у королев, у инфесторов, конечно же, на амикозы. Не у королев. Все, мехоз пошел. На пару медиваков кидает нерч мехоз. Ну, что-то тут разваливается. В итоге 139-144. Нужны новые реверджеры. Нужно больше роучей. Нужно бы лингов нерчу бы построить, чтобы они мариков этих сквешин своих вот убивали. Так, здесь роучи врываются. Что-то минус инфестор один. Фаербулы падают. Все на муе. У нерча бегает туда-сюда. Эксетипассер здесь давит. Избревает инфестору. 137-125 по лимиту. Опасная ситуация здесь складывается для нерча. Бегает по одному роучу. Теряет сейчас нерч. Еще криво здесь оббегает. Как-то повезло, что тиран еще так не все забирает жестко. Ну, три танка плюс марики. Все это движется дальше. Принимает двое сейчас байсер. Так, минус либератор сразу же. Роучи заходят в спину танком, чтобы сплэш минимизировать. Два реводжера в спину заходят сейчас. Танчик падает. Нет, забрал. Скибасер все. Но нерча отбивается. Это ключевой момент. А у басиора не делаются 2-2 грейды. В отличие от нерча. Посмотрите, здесь уже почти готовы 2-2. Здесь адреналин пошел. Здесь есть хайв. И здесь есть ультралис кевер на заказе. Здесь же даже 2-2 тиран не заказал. Не говоря уже о том, что он абсолютно не готов к ультралискам. И у него либератор по две штучки строит. Но этого мало. Тут желательно ему уже какой-нибудь рейндж делать. Может быть уже с двух старпортов по четыре делать. И гастов каких-нибудь добавлять, я не знаю. Так, минус пошел. А минус-то куда будет? Пятое они отчитают. Здесь газ раскачивают. Куда-то будет минус делаться. Не знаю куда. Ну, бассер заказывает сейчас одну-вторую атаку. У нерча делается уникальных 2 хайвовых грейда наземных, ключевых. Это адреналин лингом, это кубать. Ой, это, простите, это армур ультре. Ну, сейчас будет и 3-3, наверное, в ближайшем будущем заказано. Столько ресурсов появится. Так и закажет, наверное, нерч. Так, здесь бассер уже два марика не загружает, забывает. Пролетает. Сейчас медивак сюда на королеву прилетел. Королева его минуснул. Сейчас очень быстро. Здесь тоже как-то движуха идет. Здесь медивак был. Ну, по лимиту, кстати, ровно более-менее. Ну, у нерча уже ультралы делаются. Здесь второй армурчик пошел. Атака надо. Технику наземную из двух... А, нет, три фактори. Посмотрите, три фактори слабыми у бассера. И, ну, по два пока танка строится. Он собирается масс-масс-масс танки делать. Может быть, даже каких-нибудь мы увидим торов необычных для лоба. Эй, пишет бассер. А, здесь из нидуса ультралиск вышел. Атака в лоб идет. И на вторую ультралиск пришел. Вот в чем здесь дело было. А я вообще про втыкал, как нидус сейчас ставился. Жду инвайт в следующую игру. Фастрон поддержал ваш канал на сумму 222 рубля. Уважаемый Сергей Валерьевич, благодарствую за ваши стримы и за юмор на них. Спасибо, Фастрон, очень приятно. Тронут до глубины души. Ладно, ждем продолжения. Спасибо большое. Ну так, а нам или что там? Субтитры сделал DimaTorzok. Так, как он так делает. Так, звонки там не идут. Не слудит. В другом, кстати, по финале бьются со снутом. И вполне возможно, что... Да, а, уже не бьются. Уже снут все накрыл, беднягу. Короче, если сейчас бастер не одумается и как-то не потащит здесь дико, жестко, неожиданно, то мы увидим, судя по всему, снута против... Снута против Нерчаффи. Финал. Это будет ЗВЗ, конечно, не самый лучший матчап, но уровня он будет великолепного. И, учитывая, что это европейское ЗВЗ, не думаю, что будет оно сверхдолгим. Хотя всякое может быть. Ну что? Ну почему европейское? Корейское тоже сейчас не особо долго. Но в Европе просто чаще такие пулы первые всякие применяются, какие-то чизки, выходы в Корее. Как и раньше, стараются что-то подольше побегать зачастую. Но некоторые тоже применяют такое. Здесь у нас рипер у бассера. Ну что ли? Ну что ли? Ну что ли? Да. Ну что ли? Так. Реперочек почти готов. Прилетает басер. Минус. Почти готов. В смысле, вот он уже почти прилетел. Я имел ввиду минус дрон. Один что-то он затупил. Как краб там ездил около минерала. Репер его пристрелил. Не надо таких тем писать, пожалуйста. Это второй рипер был почти готов в тот момент. Вот они прилетают вдвоем, пока я на чатик отвлекаю. Здесь риперы начинают шатать очень жестко. Минус лингов несколько. Улетает в итоге. Да я понял, что знакомые. Но люди-то видят. Люди-то видят. Подумаю, что так надо делать. Писать всем вот так вот тоже в чатик. Придется устраивать террор. Ну что, еще пару лингов минус. Ну басер улетает. Пока что, кстати, ну без потерь он дерется. Ну тут убил рабочего до 6 лингов. Это ничего не значит пока что. Третью хату нерч считает. Еще 6 лингов заказывает. Отменяет нерч криптумор. Заново будет сюда делать. Молодец. Очень хорошая реакция. Терять криптумор, который вперед может идти. Это фейл. Он все. Он как бы на стационарной остается. Опять же, это не очень хорошо. Здесь граната под лингов. Хорошо законтрил лингов сейчас двумя риперами. Так, здесь стим пошел. Третий цешечка уже есть. 4 линга 2 рипера. Все это летит вперед. Ну здесь криптуморы есть уже почти внизу. Королевы есть. Здесь, кстати, еще один криптумор. Его тоже может куда-то вниз сейчас пульнуть. И дальше он пойдет налево, например, туда в сторону тирана. Через 6 часов протягивается. Так, 1 на 1 нерч заказывает. Чуточку позже в этот раз, чем бассиор 1 на 1 заказывает. Наращивает продакшн. Третий цешка полетела. Ну, что я могу сказать? Вполне неплохо тиран играет. Меняемо очень даже. Третий цешка ранее. Грейды. Все есть. Контроль у него есть, в принципе. Вот АПМчик. Вот он нормально. Причем. 340 на 210. Проехал. Чуть-чуть поубивал. Немножко рабочих нерчу. 6. Вот. Чуть-чуть, кстати, 25 погибло вроде как в дронах в данный врыв. Идет нерч отбивать либератора. А либератор просто нерчу сейчас. Развалил тут кабину просто королеве. Если бы он полез туда двумя еще королевами, то еще бы двух подрезал бы, скорее всего. Здесь несколько гелионов агретлингов. И ни один не погиб, что самое интересное. И третья вовсю тут цешечка добывается. Здесь армори прям в проходе делают. Не надо такие ценные здания ставить, все громоздить сюда. Во-первых, соплаи, экстра соплаи кидать куда-то лучше. А, ну, на майне нету, вот, кроме одной. Ну, вторую сюда, что ли, я не знаю. То есть, если кидать их с соплаи, то где-то в закрытые, в дальние они, которые в проходе стоят. Инженерки, еще ладно, пусть здесь делают. Ну, и то, как бы, опасно. Ну, армори-то куда-сюда. Хотя она, в принципе, не особо мешает, с другой стороны. Да, более-менее стоит. Но лучше все-таки перестраховываться всегда в таких ситуациях. Ну, ключевое здание ставить куда-то назад, чтобы они безопаснее себя чувствовали. Там, и ты себя чувствовал безопаснее. Так, 117-115 по лимиту. Лимиты близки. Байсер пытается шатать. Четвертый пытается хату отменить. Отменяет. Нет, не успел эскип прожать. Так, здесь руч проходит. Релатера минусует. Байсер на двух релатеров здесь зафокусил. Молодец. Так, криптуморы уже на центре. В другую сторону тоже один идёт. Через 6 часов тоже криптумор идёт. На мэне этот, как был, так и остался. Не пошёл он никуда нафиг. Лом ему идти. Ведь на мэне живёт. Столичный криптумор. Бля, я еблю-то. Так, стимпатч с и байсер. Отгоняет. Не рчать сейчас. Щиты пока не готовы. Но очень скоро прямо они будут готовы. Зачем подряд тут два скана-то кидать? Кинь ты медленно второй скан, чтобы крип выбить на этом направлении. Не, куда-то спешит. Там сканит всё. В итоге мэрики все перестимпатченные, демедженные. Подходит ближе сейчас байсер. Здесь линги, ровучи, реводжеры. Получает... Микос 3 медивака. Идеально просто. Красавчик. Не рчать. Один медивак где-то остается. Где он? Вот он здесь и летает. Ёма. С одним медиваком остался. С мельчом надо глаз до глаз. Криво кинул. Криво встал. Всё. Микос получил. 3 фаербола реводжеров. Минус медиваки. Это кажется всё очень просто, но на самом деле нужно быть невероятно внимательным Зерву, чтобы вот это всё делать, выбивать всё грамотно там. Но тем не менее, посмотрите, сколько я здесь билу и танков сколько. И байсер очень чётко законтраливает. Правда, не все танки прикрыты, но тут ещё чуть-чуть и выиграл бы он, мне кажется. Но всё-таки не выиграл. Нерч всё-таки разваливает и гонит его вперёд. Здесь криптумор сверху сразу в атаку пошёл, чтобы одновременно срывом и крип расширить. То есть, если нерч отойдёт, как бы здесь крип будет, который тирану в перспективе нужно будет выбивать. 122-43, но ещё не вечер на самом деле, ещё не вечер. Как-то байсер с 2-2. Надо было как-то 2-2 против 1 на 1 реализовывать. Он рановато поломился, мне кажется. Блин, вот и 3 медивака эти были бы там они в бою. Я думаю, что они могли бы даже реально... Даже вот 3 медивака в том замесе могли бы перевернуть. Во-первых, бы они лечили. Во-вторых, проще. Куда проще было бы танки перевозить с места на место. Ну, выбривая этот островок стабильности нерчёвской. Здесь у нас тиран и летит на третью. И одновременно на мэне дробчик образуется. Но здесь через порку вообще без шансов. Аккуратнее надо, зоим, и девак потеряешь в перспективе. Так, здесь марики забегают через порку. Забегают. Что же такое-то у байсера творится? Всё хорошо, если бы не такие ксети через порку, полёт всякий. Здесь марики хорошо проблевают. И спорку они эту тоже сейчас заминусуют. Кстати говоря, не, не заминусуют. Сагрился на овера, сбрил овера, но марики погибли. Ну, спорку тоже надо было, на самом деле, убить. Здесь сзади забегание ксмками. Простите, лингами. Несколько ксмок погибло. Несколько мариков там, по-моему, тоже погибло. Но байсер в итоге отбивает. И лимит ровный, абсолютно. Там, так, третий армор у нерча. Армор на ультралов почти готов. Уникальный, там, 20 с лишним секунд остаётся. 25 было тогда адреналин. Три ультрали, скажем, оказывается. Здесь только танки маленькие, фактически. То есть, если побеждать, то прямо здесь и сейчас. Так, три танка будет ближе. Ставятся ещё три. Берётся сейчас вперёд. Ультрали скоро будет готов. Марики агрят сейчас зерга. Фаербулы пошли. Тем паче Сатиран идёт вперёд. Ультралиск номер один готов. Но пока-то он безарморенный. Этот ультралиск будет, ну, его легко выбить. Но в итоге армор сейчас доделается. Марики широким фронтом здесь бьются. Второй ультралиск выходит. Армор у него готов. Королева трансфюзится. И просто дичайшая танковка идёт. Я не знаю, как можно назвать. От ультралиска. Но Бассер всё-таки выбривает. Смотрите, и Роучи не выдерживает. Зарешало гигантское количество танков. А ведь у них и плюс один ещё этих танков был. И это, судя по всему, ребятки, 1-1. Бассер не согласен, что Нерч прям так легко вплёт. Блин, Бассер молодец. Откуда у него такой уровень-то взялся вообще неожиданно? У Нерча 4 хата. На самом деле сейчас Тиран отойдёт. Тут третья... Ну, хотя тут третья атака с армором. Друг друга забалансируют. Но, блин, ультралов по три штуки устроится. И несмотря на то, что Нерча так по лимиту проседает, экономика-то у него вся почти выжила. И сейчас он возьмёт просто как это бьётся. А у Тирана 3 базы, между прочим. Не обязательно мастровывающей надо убивать мародёрами. Как можно заметить, очень даже эффективно здесь всё погибает. Марики-танки. Просто танков должно быть много. Тоже очень хорошо работает. Ну что, здесь на третьей базе врыв. Танк Сизе сейчас. Прикрыть танк нечем. Блин, сейчас два танка на халяву Нерч лингами сбреют. На 3-2 линги с адреналином. Это же просто дичь. Уничтожаются два танка. Всё, Нерча больше лимита. Ну, пожалуйста, чё отходил-то? Стоять надо было, идти вперёд дожимать. Чё-то это европейская тема. Кореец бы пошёл и добил бы. А европеец чё-то куда-то пошёл домой в носу ковырять там, блин. Потом приду, пришёл потом, а здесь уже 5 укралов. Правда, Либератора есть. Но по земле бью. У них БГ пишет. Басер, Нерча побеждает 2-1. 2-0 точнее. Хорошо сыграл, молодец. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Ну что, нерчху снуд готов. Ну что, ребят. Ну что, нерч. Красный смуд. Синенький такой, светло-синенький. Вот. Пока что стандартное и похожее начало 17-х, а там и там уснуто. Газ, пул ставится, газ уже строится, пул нерча, пул первый без газа. Странно. Пул первый без газа сейчас не так часто уверен. Да, нет, что же газ начинает добывать, и на 40 газа меньше сейчас просто. Ну, чуть-чуть попозже будет. Мув заказан лингом, там, Беллинг Нест. Ничего страшного, там, критичного в этом нету. Посмотрим, что за стратегии на игру будут. На кросс-респах попались, то есть, какие-то пуши с роучами делать тяжело, разве что Беллинг Баст, там, слингами, какие-то забегания. В разведку никто не ходил, летят все оверами, что снут, что нерч. Ну, как они знают даже позиции друг друга. Вот, скорее всего, эти оверы спалят позицию, на самом деле, то есть, войдут. Хотя, не, они могут вообще вне ранжа друг друга пройти на грани. То есть, ранжи их пересекаются, но друг друга-то пока не видят. Видите, да, как его. А вот, заметил, заметили, заметили друг друга. Все, теперь становится предельно понятно, где кто находится. У нерча уже третья хатка пошла, мув делается, там уже Беллинг Нест почти готов. Так, от снута готовится просто Беллинг Баст жесточайший. Сейчас он купит лингов на мэне. А, постримить турнир можно? Пошли, да не, я пойду, наверное, силу нужно. Отойти будет мне. Да и там наверняка на том турнире немного будет игроков наших типа Стрэнджа. А мотик Мастер Васи... Ну-ка, молодые будут играть по-любому, но нет на сегодня на это времени у меня. Снут выдвигает вперед, здесь четыре Беллинга у нерча заказано. Снут заходит, может из бейнов заходит, пробивает эволюшн и на вторую базу наламывается. Пробегает на мэне сейчас. На мэне дроны вообще без защиты сейчас пока что. Ну, нерч грамотно их законтроливает. Тут плит лингов пошел. Еще одного Беллинга развел здесь. Здесь зашел снут Беллинг и мне кажется личинки убил все нерчу. Ну, а дальше что? Дальше прессинг закончился. Рабочих много у нерча не погибло, собственно говоря. Так, это лук-карт. Я говорю, после финала запись скорее всего в Старлиге сегодняшний поставлю. Ну вот и пойду по делам. Больше стримить кроме три сотки турнира нечего сегодня. Продолжение следует... Порожа... 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 Подожа... По... Порожа... 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 Так, 5 бэйнов плюс несколько лингов Все это бежит наверх Это нерч идет вперед Ой, здесь лингов очень много Что-то у нерча становится Он пробегает сейчас минеральную линию Только на одном бэйлинге Главное, чтобы все не взорвалось Лингов берет, пробегает на мэйн Здесь бэйны прямо на вторую заходят Базу к снуту Бабах, очень жесткий просто Все рабочие взрываются На мэйне минус королева Это 1-0 в пользу нерча Ну просто нерч контратаку сделал А снут не успел подготовиться И в итоге посмотрите на рабочих 23-42 это не просто критичная ситуация Критическая для ЗВЗ Это ситуация ГГ Байсер это брат маны Нет, вроде это не брат маны У маны вроде есть брат Но у маны вроде старше брат Если я честно говоря не помню Ну что-то такое припоминаю Нет, не надо мне всякую фигню писать Турнир 3 сотки Это не есть что стримить Это нечего стримить называется Потому что тратить время Как бы на него я свое не хочу У меня есть чем заняться Ну бывает, что когда делать нечего и такое По стриму турнира Я думаю найдется Кто сможет его отстримить Для той аудитории, которая интересна Посмотрите как нерча У нерча скрипт стоит Ну как Блай и говорил На фаерболы То есть вы видели как 4 фаербола в одном Костанулось просто в данный момент Так вручную не кастанешь АСЛ два матча Ну АСЛ это рестрим Только не хочется на рестрим Заходить еще минуту Овер Так заходит неч 6 на 120 по лимиту Забегает на хайграунд Роучи в окружение Снут попадают Разбомбила их в итоге Этими фаерболами очень жестко Снут правда тоже фаербол Ну попадает здесь Но в любом случае ему не отбиться Это 1-0 Устал запись каких-то турниров строить Потому что людям нравится И многие не могут в прямом эфире посмотреть Абсолютно очевидно Ну а прикольнее если кто-то в данный момент находится Чем запись смотреть На стриме Потому что там и чатик есть Абсолютно очевидно Абсолютно очевидно Плюс общего времени Будут смотреть запись То есть как бы статистика чуть увеличивается Но там смешно на самом деле Читает Продолжение следует... Так, у Ленчик у нас карта, между прочим. 1-0 нерч ведет, он синий сейчас. А Снудкул первый играет, что-то агрессия будет, что ли. Так, ну что, Снутолинги вперед бегут сейчас. Это очевидный бейлинг баст просто с мейна. И еще даже пул не готов у нерча. То есть пул чуть ли не одновременно с бейлинг Нестом Снута будет готов. Кажется, нерчу совершенно не ожидал такой агрессии со стороны Снута. Нужно бейлингов морфить. Куда побежал-то Снут? Что ему на мейне там? Что он забыл-то? Так, Летку сейчас убьет. Что мешает сейчас заказать 4 бейлинга и победить в этой игре Снута? Я не знаю, что мешает. Где 2-то заказано? Снизу где-то за 3-9 земель. Да вот здесь бы на рампе пилил бы, уже бы с бейнами врывался бы. Так, 1 бейлинг, 4 линга взрывает. Это правильный абсолютно размен. А на 2 линга бейлинга, я думаю, что не очень верный размен был сейчас. 2 линга можно и лингами было минус ночь бы. Так, взрывается бейлинг. Здесь ещё один бейлинг у Снута доделает. Всё. А, это без мува бейлинг-баста Снута. То есть у него вообще нету мува сейчас. Вот что интересно. У нерча нет мува тоже. Снут ещё 2 бейлинга делает сейчас. Пытается отменить всё здесь на второй базе. Взрывает Снута много лингов. Вот нерчу сейчас одним бейлингом. Ещё одного бейлинга зачем-то отдаёт. Здесь 3 линга накидываются на бейна. Надо аккуратнее быть. Нужно минусовать каким-то образом. Снут. Снут пытается, пытается как-то здесь отсковыряться. Снут, Снут. Нерч пытается отсковыряться. Я путаю, потому что цвета в предыдущей игре были противоположные. Наоборот, нерч был красным, а Снут синим. Снут королеву всё-таки догрыз. Два бейлинга на мейн. Будут врываться? Нет, не врываются. А там, кстати, минеральная линия вся открыта была. Можно просто в рабовку было ворваться. Хатка почти упала, но пока ещё не упала хатка. Королева выходит. Бейлинг заходит. Королева тут... Нерч сейчас отобьётся просто. Смотрите. Королева всё отбивает. В итоге 13, рабочих на 15. Хата у Снута нет. Мува лингом нет. А нет Мува, значит, нет возможности догрызть данную хату. Короче, здесь Снут что-то... Поначалу хорошо вроде всё делал, а потом так себе. Взрывает. Нет, Бейна одного, второго тоже надо взорвать. Взрывает. Точнее, не взрывает, взгрызает второго. Тоже без Мува лингов прогрызается и дальше бежит. Ну, таких Чезохобот нужно иметь. Ну, Туна был сразу Бейнов, считаю, наверху морфить. Плюс взрываться рабочих, взрывать и не париться. Он что-то мудрил там туда-сюда. Не туда-сюда, а точнее лингами пытался что-то тут грызть, а Бейлингов где-то вдалеке мы ушли. ХЗ, короче. Да, дронами могут отменить, но если бы дроны вот сюда к рампе выезжали, я думаю, что всё нормально было бы. Как раз лингами его прикрыл бы всё. Так, убивает Снуд. Линга, барабан, кстати. Ну, вровень Снуд вышел, барабан даже в какой-то момент опережает. То есть, в принципе, удачно действовал в дальнейшем. У Нерча хаты. Так, у Нерча пошёл Роуч Ворон. У Нерча одна королева, только была, судя по всему. У него ещё и хатка демеджена. Ну, Снуд тоже Роуч Ворон, между прочим, ставится. Ведь всё переходит, перетекает плавно в макро в этой игре. Девять дронов на вторую у Нерча. Ставится второй газ, уснута. Есть второй газ, нет, уснута нет. Пока макро в Мэнни-2 добывается. Прошу прощения, вру вам. И 280 уже газа. Может быть, это даже Реозерой какой-то врыв будет, я не знаю. Хотя нет, третью ставят, Снуд. Что-то там стоит, что-то там стоит. Что-то там стоит, чтобы погладили его. Всё, хорошее. Так, здесь есть три Роуча у Нерча. Плюс 8 ещё строится. 66-52, кстати, по лимиту. У Снуда третья хата, Снуд не успеет столько Роуча. Сейчас Роуч сколько Нерча. Так, ну Нерч при вот этом Роуч под пуша собирается и в третью. Выйти, вот он двигается вперёд всеми юнитами своими. Ну Роучи сильно растянуты по карте. Один Реводжер пошёл у Снуда. Там масса с Роучи заказана. Ну всё, всё подтягивается. Надо идти Нерчу вперёд. Что-то он медленно всё это делает, как-то очень. В итоге Снуд успел всё построить. Там и Реводжер, у него и позиция преимущества будет и юнитов больше. И по позиции преимущества, и по юнитам. Третья готова. У Нерча третий только ставится сейчас. 82-70 по лимиту. Так, овера Нерча не попал в Снудовского. Ну вот в этого попадёт, скорее всего, да. Одного подрезал всё-таки. Плюс один Нерч делает. И лейр уже почти готов. Ну, Снуда преимущество в третьей хате. Здесь мимо ещё Снуд выкидывается. Не попадает. Овера не сбить пока. Всё, падает овера у Нерча тоже. 55-41 по Рабаму Снуд, что самое интересное. Погодите, Нерч что ли какой-то роуч улын собирается делать или что? Так, здесь роуч и ревозер в центре. Королева какого-то Снуда заблудилась. Отдала сейчас быстренько очень. Ну, блин, 55 на 41. 54 на 41 по Рабаму. Это совсем для Нерча не в плюс. Ну, у него зато грейды раньше плюс один мух. Ну, Снуд может перемасить. Четыре года. Четыре года, 45 года. Пробивает камень Нерч. Ну, Снуд уже... Да одинаково вообще. Лимит Снуд плюс дома будет драться. Плюс у Нерча идёт до готовности мува Роучим. До готовности плюс один. Ну, в процессе боя за 15 секунд, что плюс один может доделаться. Но, сдаётся мне, что здесь уже что-то Нерчу не хватает особо. Юни, Снуд выдвигается вперёд. Ну, какие фаерболы, Снуд, сейчас наполучал дикие. И Нерч что-то идёт и пробревает. Сейчас ещё плюс один. Всё, доделся мува плюс один. Ещё и по грейдам Нерча плюс... Вот как Нерч умудряется так делать? Очень чётко зашёл, очень чётко фаерболы зарешали. И грейды в итоге тоже зарешают. Здесь фаерболы прям по рабам, рабочие падают. Нужно назад немножечко отступить. Что и делает Нерч? Я скупил, там одного Рейвозера потерял, но один доживёт всё ещё. Пытается Снуд его отфокусить. Но это гейд, это 2-0. Вот тебе и Снуд выигрывал опять подряд Нерча в последних играх. А здесь уже 2-0. Чё так молодец? Так. Нерч выходит в утри, что ли, договорились? Так, и Снуд выходит. Кажется, это было 3 победы Снуда. А чё, сегодня вот 3 финала, договорились? Ой, победа Нерча. Да, да. Всё, проставили, что Нерч победил. Ну, делаем стоп-старт. Чё тут говорить? Да.